А сегодня давайте про булочки. Почему булочки? Очень многие у меня пишут вопросы именно про плюшки, про булочки, что это такое, как это. И я помню по себе, что я сама очень любила булки. То есть для меня вот торты, конфеты, шоколад, они были неактуальны на каком-то моменте. И я предпочитала, как бы я не могу сказать, что я любила, да, у меня вообще к еде такое отношение какое-то, никакое, всегда было. Но тем не менее, я всегда делала выбор в пользу булочек. Обычные какие-нибудь булочки, булочки с корицей, я не знаю, там, ну, различные булочки, именно булки, именно хлебобулочные изделия. И, конечно же, я с этим разбиралась, я не просто разбиралась, я начала разбирать, я начала разбирать пошагово, что есть в булках, что есть в человеке, что есть за пределами тела человека. И, конечно же, как тут уже написали, что булки бывают разные, мука бывает разная, помолы разные, брожения разные, дрожжи-недрожжи и много-много-много-много-много-много всего. Но давайте все-таки я больше, наверное, скажу, что я все же буду давать вам какую-то... Я наушники одену. Ребят, у кого микрофон включен, выключите, пожалуйста. И я буду, наверное, давать какую-то базовую, базовую версию, на которую вы можете уже, как конструктор, нанизать свои, свои. А что еще мне не хватает? То есть есть вот это вот, есть какой-то скелет. И поэтому можно говорить, потому что булочку можно разобрать на много-много всего, но основной ингредиент, который присутствует в булках и который... То есть в булках очень много витаминов, микроэлементов. Давайте это назовем так, общепринятым пониманием. Но не все витамины и микроэлементы, они... Их может взять тело именно из этого продукта. Он может его генерировать из других продуктов. Оно может его генерировать там из чего-то еще вне продуктов. И, например, вот этот компонент, он не очень влияет на наше физическое тело и все, что выходит за наше физическое тело. И один из самых ярких компонентов, которые присутствуют в хлебобулочных, в булках, это витамин ПП. Еще его можно назвать как... То есть различный, его можно назвать как никотиновая кислота. Его можно назвать как витамин группы В. То есть его очень по-разному называют, но все же вот этот витамин ПП больше, чем... Больше, наверное, склоняется его те, как его можно купить как никотиновую кислоту именно. И он, конечно же, необходим человеку. И я не буду сейчас вам говорить, что делает этот компонент. Вы можете это все почитать в интернете. Я вам только расскажу про свои наблюдения. Вы можете с ним соглашаться, можете не соглашаться. И недостаток как раз вот этого витамина, он достаточно опасен. И раньше недостаток витамина П, это у людей, например, которые жили на определенных континентах, и у них было питание в основном это кукуруза, а кукуруза вымывает и вычищает вот именно витамин ПП. Когда любителям кукурузы, это нужно знать, в кукурузе очень много витамина ПП. Но он идет с таким химическим соединением, который не сочетается с химическим соединением физического тела человека. И он поэтому вымывается. И люди, которые много в определенных регионах, которые питались в определенный сезон кукурузы, у них было такое заболевание распространенное, как пилагра. Пилагра – это заболевание, сопровождающееся неясным сознанием, которое сопровождается подавленным состоянием, дерматитом, то есть высыпанием какие-то на кожу, рвота, диарея. Это все говорит о том, что не хватает этого витамина. И если вы посмотрите, например, любимых сыроедов, то у них, у большинства, давайте, естественно, я про всех не говорю, у большинства есть нехватка именно этого витамина ПП. Все прекрасно видим, что они многие, многие сыроеды, которые питаются просто за счет того, что не соблюдают, что у них в организме происходит и какие продукты им нужно взять. А просто вот это вот фанатичное какое-то, о, сыроедение, это прекрасно, это легкость, это видовое питание, и всякое-всякое-всякое-всякое себе могут наговорить. Но, тем не менее, есть такое, что, например, очень часто люди, которые переходят на сыроедение, у них идет стул, они, например, только могут что-нибудь съесть, и у них сразу же это все выходит, причем такими же кусочками практически, как они и съели. То есть усваиваемости, усвояемости нет практически никакой. Слабость, подавленное настроение, раздражение. Вот, это один из сегментов, что не хватает как раз этого витамина ПП. И когда его прям, прям такая недостача-недостача, очень часто бывает, что он просто проходит мимо и булочек, и у него слюна течет, не понимая, что с ним происходит. Но он себе держит в руках, как в сыроедении это forever. Но это еще не все. Давайте посмотрим, почему нашему телу так необходим этот компонент. Действительно ли наше физическое тело настолько умное, и оно не готово этот витамин заменить чем-то другим? Да, конечно, готово. Но здесь же дело не в том, что готовность нашего тела заменить этот компонент. Здесь же про то, что тело, здесь может быть очень много разговоров, насколько оно первично, либо вторично. И тело – это наша оболочка, это наша биологическая, это наш биологический скафандр, наш биологический аватар, который нам дан в этой плотности. Дан в этой плотности, чтобы получить свой опыт, который мы можем получить только через состояние чувствования. А состояние чувствования мы можем только получить через ощущение. Ощущение нам дает только физическое тело, биологический наш скафандр. И кто находится в биологическом скафандре? Кто находится там, чье это тело на определенный период времени? И очень часто, ну это, наверное, больше, чем в 90% случаев, люди же не помнят свои прошлые жизни, не помнят свое... Откуда они? Где они? Кто они? И поэтому очень часто задаются такие вопросы. А какое мое предназначение? А что я здесь делаю? И очень много, большую цепочку можно за счет этого раскрутить. Так вот, как раз вот этот вот витамин ПП, который организму проще всего взять из хлебопулочного, из хлебопулочной продукции, он ведет к нашей крадовой памяти. То есть он идет как раз вот эти вот нейронные, нейронные связи, которые... которые как раз не в состоянии, что у вас здесь происходит, а из... Сейчас попробую правильно сказать. У меня очень часто бывает, что я это вижу, а оформить слова это сложнее для меня выходит. И вот эти вот нейронные соединения, которые есть у нас в префронтальной коре, они как раз очень хорошо сочетаются с генетическим... Я, наверное, бы назвала это мультяшным языком, с генетическим столбом вот этим вот. Кто я есть? Что собрано в моей ДНК? Сколько всего собрано в моей ДНК? Чтобы раскрыть то, что я должен продолжить здесь. Продолжить. Мы всегда продолжители. Продолжение следует...